Следующая составляющая человека, согласно иудейского учения, является нишама. Нишама — это ивритское слово, которое переводится на русский язык «дыхание». Слово «нишама» не всегда является специализированным термином, который связан с Богом. Это слово является также и в повседневном обиходе, употребляется и по отношению к человеку. Человек имеет дыхание, и всё, что может дышать, всё имеет дыхание. Но в данном случае нишама — это не просто дыхание, это дыхание вседержителя. Когда говорится о дыхании вседержителя, имеется в виду не то, что Бог имеет физическое дыхание, мы с вами люди, но имеется нечто большее. Дыхание вседержителя — это могущественная сила Божия, которая исходит из Бога и совершает какие-то определенные дела, которые Бог хочет. Когда Творец сформировал физическое тело человека из безжизненной материи, то есть из элементов земли, то это тело, несмотря на свою целостность, оно было мертво. И тогда Бог вдыхает своё дыхание жизни. Дыхание вседержителя входит в это тело. И тело начинает жить, начинает функционировать. В нём есть жизнь. Дыхание вседержителя в данном случае несёт в себе божественную силу жизни, которая начинает функционировать человека. Это как энергия в проводах компьютера. Согласно текста священного еврейского писания, когда нишама входит в человека и наполняет человека божественной жизнью, человек начинает, используя эту энергию жизни жить, то в человеке образуется ещё дух или руах на иврите — дух человека. Нишама — божественная сила жизни в человеке, и руах — дух человека. Они очень сильно взаимосвязаны, тесно переплетены между собой, и практически они являются одним. Поэтому в текстах еврейского священного писания божественную силу жизни, которая находится в человеке, и благодаря которой человек может жить, реализовать себя, иногда называют руах, а иногда нишама. Здесь следует подчеркнуть важный момент, что дух человека — это не какая-то личностная субстанция. В данном случае дух человека — это божественная сила жизни, которая даёт человеку возможность жить. Благодаря духу или нишаме человек может размышлять, разговаривать, совершать какие-то поступки, действовать, жить, управлять своим телом, реализовывать себя в этом физическом мире. Когда наступает физическая смерть человека, то его тело обращается в прах, распадается на элементы земли. Мы говорили перед этим с вами. А вот нишама — божественная сила жизни, которую Бог дал человеку, она возвращается назад к Богу. Нишама, находясь внутри, в теле человека, наполняет физическое тело человека божественной силой жизни. Мы об этом говорили. Он также наделяет человека способностью разуметь. Здесь говорится не просто о способности разуметь, понимать, потому что каждый человек имеет такую способность понимать. Но здесь говорится о такой вот мудрой проницательности, мудром разумении или глубоком разумении какой-то вещи, предмета, теории или каких-то событий. Потому что не каждый человек это имеет. Тот человек, который может это сделать, он получает эту способность от Бога свыше через божественное дыхание, которое в нем находится. Нишама также является каналом, через который Бог видит все мысли человека, все его желания, весь его внутренний мир. Он видит это все, проницает, в какой-то степени испытывает, знает о человеке все. Нишама Вседержителя несет человеку не только положительные вещи, но также несет в себе и суды, и наказания Божие. Дыхание Вседержителя несет нечестивым и грешным людям, погрязшим во зле, голоды, болезни, эпидемии, всемирные войны, в которых гибнет множество людей, прочие бедствия, которые случаются на земле. Также дыхание Вседержителя Нишама несет в себе природные катаклизмы, цунами, землетрясения. Субтитры создавал DimaTorzok